ребята привет с вами игнат там серёга прячет никотин никотина нет в кадре в общем мы по прежнему находимся в торжке посмотрели мы с вами уже и узнали что торжок это город церквей много церквей сейчас вам панораму покажу вон там церковь вон там церковь поворачиваемся поворачиваемся вон церковь вот церковь везде церкви все продолжаем осмотр очень здесь нравится здорово ну жалко что мы здесь всего лишь не на несколько часов а вернее вязьми 9 деревьев нюнка здесь мы продолжаем осмотр сейчас идем мы покушать столовую и продолжим осмотр вязьму хотел сказать и пас продолжим осмотр торжка панорамных видов вам еще этот большой служим и вроде не чуть-чуть отъехали он уже так далеко оказался ребят мы покушали вот в этой столовой вот на этой улице сейчас я покажу вот видите улочка это вот такая столовая 7 рекомендую вкусно дешево душевно там наелись времени 6 час а еще надо снимать и мы сегодня хотим до питера добраться вот вам набережную я покажу сейчас я залечу так как помимо того что мы там покушали и женщина еще без всякого взяла и поставила на зарядку себя в кассе наш наши батарейки от квадрокоптера заряжай за что отдельное спасибо ладно полетели смотреть центр снова мы на мосту ребята решила и взлетать не здесь решила взлететь вот здесь чтобы центр получше увидеть решила я вам показать и это и это еще все да ребята если вы приедете вот так вот как мы и захотите за два часа все посмотреть даже не надеетесь у вас ничего не получится день минимум надо здесь она в принципе то вот оно все видно все до всего нужно дойти до ними доехать но тут у все в шаговой доступности в принципе то можно и не ездить и 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 ребят вот так выглядит торжок с высоты птичьего полета голуби мешались а заразу тоже участвовали съемках мы снова на центральной площади идем к машине а так как здесь церковь на церкви то мы в принципе то недалеко и ушли я вам показывал вон ту церковь идем и к ней смотрите на площадь с этой стороны высовочный зал он какой-то идем мы к ней на три большой большой вид поднимемся может к нему потом ну да сейчас посмотрим ребята это ты ну поднимемся и к тому да вот она ребята мне вот просто интересно так много церквей так много церквей ну зачем это наверное неуместный вопрос но откуда их так много в одном месте в одном городе мы даже не знаем как она называется и даже не знаем открыта ли она или нет она просто красиво но она не заброшенная она с окнами у нее все в порядке эта церковь ну потому что она стоит в центре города и вокруг нее прям дорога но радует что она не заброшенная слушай а помнишь мы в статье читали и по какой-то в церквях было сады сады какие шторы там может быть это и есть церковь которая отдана под под складохранилище тут говорят церкви по до сих пор еще под складохранилище используют под какие-нибудь и п тут как советском союзе сейчас посмотрим ну да машина выгружает туда что-то ребят на вот это склад в помещении церкви так что они тут не все используются по назначению кое-где и да вот как и в этой статье мы читали путешественник одного кое-где остался советский союз и в церквях и поэтому иванов допустим или где-то еще склады казалось бы да церковь которая служит складом да вот смотрите вот это же все церковь седьмое небо натяжные потолки и вон вам пожалуйста где вот и все только принимать а ну да юридический адрес и п турфирма все натяжные потолки помещениях церкви офигеть мы как будто в коммунизме но и блин тоже радует что она не заброшенная страна но все равно это за зданием никто не ухаживает да и честно говоря это какое-то кощунство во моем забросу и сейчас только этих законов чувства верующих и почему никого не оскорбляет чувство верующих что тут в здании церкви теперь мы точно идем к машине да пока к машине идем чтобы ехать дальше интересно где у них день города проходит где сцену ставят может быть здесь и ставить как-то конечно старый город но не в золотом кольце это церковь все сделают нормально пока их никто даже не пытается да ребята вам много куполова еще одна церковь и туда церковь и туда церковь это конечно везде церкви ребята вот мы приехали к церкви за золотыми звездами голубыми куполами которые я увидел еще издалека вот она она огромная красавица вот тут видите что-то обнесено забором и там тоже я видел купола в общем я вам говорю здесь как мы приехали на 23 часа это вообще не вариант сюда если на приезжать то на два дня блин минимум чтобы все обойти а мы захотели размечтали за полдня обойти весь торжок и вот смотрите я говорю там видел его тоже шпиль куполу ну надо же это да все идем к этой церкви перспективы здесь конечно красивые а вот старая наверно смотрите прямо из камней подъем старый он как был так и остался и там есть калитка может быть и мы по этой может быть и мы в эту калитку зайдем давайте попробуем потому что тропинка не заросшая тут люди ходят смотрите как еще в древние времена выложили подход с камней так он такое есть конечно перекосившийся уже большинство ну короче мы с вами идем когда нас поднимались ага тут вообще он все проволокой огороженой замок не вариант отсюда зайти а там потому что вторая калитка второй забор у них есть а это ну да вот тропинка прям проложена а это старая-старая лестница она есть видите но уже и не пользуются зато как ходили до нас предки так и мы поднялись до этого наверняка так резко если вы здесь пойдете так и долбануться можно вот он храм а вот еще один храм золотые купола на самом такой и вон следом еще один это очень круто и на это надо очень много времени вот она красавица ребята там он у них розарий фонари вижу все подсвечивается огромные фонари которые церковь подсвечивает это сложение и дома обычный вокруг как бы что она как было так и есть да мы смотри перспектива какая вот храм вот храм смотри их тут три подряд вон 1 2 3 и это разные все а это не эти ли ворота где мы сейчас были а ребята это монастырь сейчас все мы там были да вот смотрите и вот он а тут у них сад а тут благовещенский михайло-архангельский храм 1864 год вот он как сверху выглядит и вот он какой красивый давайте еще здесь посмотрим ребята смотрите правда здесь наверно живет батюшка вон там да вон забор и новый дом и я имею ввиду что вот так вот люди жили в торшке 200 лет и 300 лет назад вот она церковь церковь не пошла улица это так круто посмотреть мы с вами видим то что было 300 лет назад она в торшке так замерла и осталось здорово вот тут ребят тоже видите вот он дом вот она церковь этот дом наверно тоже как был тут сто лет назад так и стоит у церкви и вот этот дом как был тут 200 лет назад так и стоит у церкви вся улица в принципе только у батюшки вот новый дом и все а все остальные дома старые все как место старых старости было все так и осталось серега фото и все фотки будет будете смотреть в группе я говорю ссылки на группу есть на все сети на фейсбук на одноклассники на контакт мой инстаграм заходите подписывайтесь на мой инстаграм я там пилю видео без конца то где снимаю вот если вы были подписаны на мой инстаграм вы прямо сейчас увидели где мы находимся и и и и Ребята, ну все, на этом месте из Тожка я с вами попрощаюсь, я все церковь показываю. Спасибо, что посмотрели ролик. Если он вам понравился, лайкайте видео. Ребят, подписывайтесь на канал, кто не подписан. А кто подписан, проверьте, нажат ли у вас колокольчик. Спасибо, что вы посмотрели видео, еще раз повторюсь. Все, с вами прощаюсь. Был Игнат, там Сергей. Пока-пока.